Я не самый продвинутый библиофил. Есть, конечно, ребята посложнее. И очень часто, когда я смотрю какие-то интервью, я замечаю, что человек порой хочет казаться умнее, чем он кажется. И называет такие книжки, которые он или явно не читал, или слышал только название. И мне было бы неловко сейчас развести такое же впечатление. Я вам скажу честно, что очень много читал я 15-17 лет назад. За поем, тогда не было интернета. Тогда надо было много читать. И через время мне это несколько поднадоело. Я устал от стольких многих умных мыслей в своей голове. И сейчас я читаю гораздо меньше, и порой очень мало. И из того, что меня впечатлило в последнее время, это норвежский писатель Эрленд Лу, последние там уже почти 10 лет или 9, я не помню. Мы с семьей читаем все его книжки, которые только выходят. Правда, две последние я не прочел, но купил. И они лежат и ждут. А это очень сладостное чувство ждать, знать, что у тебя дома непрочитанная книжка, непослушанный какой-то хороший диск, непосмотренный фильм. Ну, допустим, несъеденная вкусная конфета. И, пожалуй, вот Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом». Ну, это, в принципе, книжка далеко не новая, там ей лет, наверное, вышло она достаточно давно. Но все равно, пару лет назад мы ее для себя открыли. Я считаю, что это одно из лучших, что написано на русском языке. То время очень удачно совпало со временем жестким, когда многое было под запретом. И, конечно же, все эти книжки сыграли очень хороший рычаг. Такое, что человек тянулся к этому. Действительно, тогда хотелось быть каким-то интеллектуальным. Хотелось хоть подпольно, но что-то такое делать полезное. И осознавать, что ты не такой, как все. А сейчас, в принципе, время очень грубо, но очень много такого... ...двойных стандартов и разврата. Вот. То сейчас, как бы, такая вот свобода. То есть, ты можешь... И такое вот пиршество дурновкусия, грубо говоря. Сейчас вот хочется и может совсем абсолютно быть дурными, смешными, глупыми, ерничать. Вести себя развязанно. И ты знаешь, что тебе за это ничто не будет. Никто тебя никуда не упечет. Ни за какое там... Не то, что там за вольнодумство, просто за дураковаляние, за твое дуракокривляние в транспорте, грубо говоря. Я даже восхищаюсь, когда я смотрю кадры со старых футбольных матчей. Как там вот люди болели. Они все были в кепках, в очках, с газетой. Обязательно там или советский спорт, или труд. Вот, к всеми семьями. И не поймешь по ним, какая у них атрибутика, за какой они клуб болеют. Как они уживались, как тогда продавали билеты. Одни пришли болеть за торпедо, а другие за гидроэр. Вот, и они все там пересаживались, и друг с другом нашим забили, эх, ним. И никто не дрался, никто не поджигал фаер. Вот, и это была какая-то культура посещения. А сейчас это просто индустрия. Это индустрия такого всеобщего веселья. Нам кто-то сверху дал такой вот зеленый свет, как надо себя вести.